Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Ежедневно в администрации Анапы ведут прием беженцев с Украины. Вынужденным переселенцам оказывают консультативную и гуманитарную помощь. Благоустройство в новой форме, качестве и цвете. На дорогах и улицах курорта обновляют разметку и черно-белый окрас бордюров. Говорящие знаки и правила их прочтения. Инспекторы РОТОДПС призывают водителей внимательно читать обозначения на парковках. Анапская организация Всероссийского общества слепых отметила 60 лет со дня основания. В поддержку жизни и против пагубных привычек. В станице Анапская прошел концерт, призывающий к здоровому образу жизни. Сейчас обо всем подробнее. Анапчане продолжают оказывать помощь и поддержку гражданам Украины. Вынужденные переселенцы из зон боевых действий и беженцы получают гуманитарную помощь и консультативную. В администрации города-курорта в отделе по работе с обращениями граждан в день принимают от 60 до 100 жителей Украины. О том, какую помощь оказывают в администрации и как могут анапчане помочь беженцам, расскажем прямо сейчас. На прием приходят семьями в полном составе. Очередь ожидают с маленькими детьми. Оставить малышей просто не с кем. Беженцы из Украины в поисках мирной жизни и надежды на будущее. До 100 обращений в день обрабатывают специалисты администрации. И за каждым обращением история целой семьи из нескольких поколений. Эта женщина приехала одна. Покинула зону боевых действий, чтобы не рисковать беременностью. Срок 6 месяцев. Временно поселилась у брата. Родственники остались на родине. Подскажите, пожалуйста, какие ваши планы в дальнейшем? Вообще, я приехала присидеть там, не было, чтобы поправиться. А потом ходила рожать, ехали по правилам. А плачем человек? Там что-то в северном семье не отвечают. Нет, нет. Если я не была сейчас, нет. Успокаивают как могут. Главное, дают надежду. Жизнь продолжается. А значит, все устроится. Устраивают и организовывают беженцам гуманитарную помощь. Помогают анапчане, гости курорта. Большую помощь оказывают предприниматели. Любой желающий может оказать помощь. Что на сегодняшний день самое необходимое? Это продукты питания. Средства личной гигиены. Это мыло, порошок, зубная паста, щетки. Средства гигиены женские. Детское питание. Памперсы очень востребованы. Это двоечка, троечка и четверка. Востребованы из продуктов питания. Это идет тушенка, сгущенное молоко, масло подсолнечное, любые крупы. Пожалуйста, у кого есть возможность, приходите, оказывайте гуманитарную помощь. На сегодняшний день гуманитарной помощи мы оказали 1110 сухими пайками. 1110 человек. Предприниматели города-курорта оказали помощь на сумму более 350 тысяч. А в пункт приема гуманитарной помощи, которая находится во второй школе, посетили более 4000 человек. Беженцев в первую очередь отправляют в регионы страны, где есть острая необходимость в рабочих кадрах. Там сразу предоставляют работу и временное жилье. В Анапе на первом этапе оказания помощи оплачивают проезд и питание. И если дорога в новую жизнь предстоит дальняя, обеспечивают сухим пайком. Помимо пункта приема гуманитарной помощи, администрация также готовит сухие пайки для людям, которых расселяют на территории Российской Федерации, 49 регионов. Для них тоже необходимо продукты питания – тушенка, консервы, сухие хлебцы, печенья, конфеты, детские смеси. Необходимые детские смеси для питания грудных детей. Обращаем ваше внимание. Пункт сбора гуманитарной помощи беженцам открыт по новому адресу. С 19 августа гуманитарную помощь принимают во дворе библиотеки имени Пушкина. На улице Крымской – 125. С 9 до 18 часов. Без перерывов и выходных дней. В благоустройстве города нельзя ставить точку. Этот процесс постоянный. Дорожная разметка и покраска бордюров время от времени требует обновления. В выходные дни при температуре воздуха выше 30 градусов коммунальщики выполняли свою работу, чтобы курортная Анапа не потеряла достойный внешний вид. В минувшую субботу вооружившись щетками и банками с краской сотрудники предприятия «Римстрой» вышли работать на улицу Краснодарскую. После нескольких часов работы пахнущей свежей краской бордюры украсили улицу курорта. Обновление бордюров ждет и в других частях города. Всего общая протяженность покрашенных дорожных бордюров в Анапе составит 18 километров. После улицы Краснодарская дальше продолжатся работы по улице Самбурово. Следующая будет улица Шевченко, Крымская, Владимирская. 1 сентября планируется закончить окраску основной массы бордюров по нашему бордюсу. Это будет центральная улица. Также в Анапе обновляют дорожную разметку и пешеходные переходы. Сотрудники компании «Кит» выполнят работы на всех городских улицах вблизи школ и детских садов. Общей площадью 9 тысяч квадратных метров. На пешеходных переходах нанесут бело-желтую разметку. Старые дорожные знаки заменят новыми на флуоресцентной основе. За две недели до 1 сентября дорожные службы по плану должны успеть завершить все работы. Тема правил парковки продолжает выпуск. На стоянках автомобилей места для парковки всегда обозначены знаками. Зоны распределены для спецтранспорта, такси, клиентов гипермаркетов и для водителей с ограниченными возможностями здоровья. Но не все водители обращают внимание на знаки или игнорируют их. Какое наказание предусмотрено за нарушение этого правила дорожного движения, узнала Лариса Басова. Специальные рейдовые мероприятия провела Анапская рота ДПС по выявлению нарушителей парковки для инвалидов. Место дежурства нашей съемочной группы и сотрудников полиции у самого крупного гипермаркета на Анапском шоссе. Мы поинтересовались, как здесь обстоят дела с парковками для инвалидов. Всегда ли есть для них свободные места? Вообще их практически нет. Пока есть, ваша форма соблюдает. Дело в том, что здесь целый ряд для инвалидов. Он не нужен практически. Что так? У нас столько инвалидов. Пусть там 3-4 места возле, поближе. Ну, чтобы они действительно были свободны. На парковочной площади перед гипермаркетом достаточно мест для парковки всем. Свободные места, как правило, бывают. Но водителям, не инвалидам, видимо, попросту лень поискать свободные. И они паркуются, где им не положено. Один ретивый водитель даже попытался скрыться от сотрудников полиции, дважды нарушив правила. Или что, в прятки играть? По пешеходному переходу? Итог для нарушителя 1. Административное наказание в виде штрафа. Каждый торговый центр и развлекательное оборудуются местами, специальными местами, стоянками для инвалидов. Но наши водители часто занимают их, не имея инвалидности, занимают эти места. Личный состав РОДДПС периодически проводит рейдовые мероприятия по выявлению таких нарушений. Нарушений и составляют протоколы, предусмотренные статьей 12.19, часть 2. Административный штраф предусмотрен от 3 до 5 тысяч рублей. Так что прежде чем парковаться где-либо, обратите внимание на установленные знаки или специальную разметку на месте парковки. 14 августа Анапская организация Всероссийского общества слепых отметила 60 лет со дня основания. По этому праздничному поводу в Центре культуры Родина состоялось торжественное мероприятие. Сегодня практически все незрячие люди объединены в крупную общественную организацию Всероссийского общества слепых. В уютной атмосфере за накрытыми праздничными столами собрались члены Анапской организации на празднование юбилея. По традиции в начале мероприятия прозвучал гимн общества. На встречу пришла заместитель главы Людмила Мурашова. Примите самые искренние поздравления от главы нашего города Сергеева Сергея Павловича со столь знаменательным событием, которое происходит сегодня в вашей организации, с юбилея у вас. Я не так давно познакомилась с Андреем Павловичем, побывала у вас в гостях. И я вот, знаете, если бы не ограничение во времени, вы, наверное, долго бы общались, вы могли много-много рассказывать о том, что делается в вашей организации. Вы просто молодцы. Членам организации вручили знаки отличия Всероссийского общества слепых удостоверения ветеран ВОЗ. Почетными грамотами и благодарностями наградили анапчан с ограниченными возможностями, которые, несмотря на ограничения здоровья, участвуют в социально значимых мероприятиях города. Еще одним подарком для участников торжества стала концертная программа. В Станице Анапское прошел концерт в поддержку жизни, здоровья и отказа от пагубных привычек. Анапчане поддерживают идею мода на здоровый образ жизни и призывают земляков и гостей курорта пополнить ряды здоровых людей, свободных от смертельно опасных зависимостей. Здоровым быть модно. По таким названиям ребята, которые ходили летом на детскую площадку в Дом культуры, организовали праздничную программу. На мероприятии всех юных станичников призвали к здоровому образу жизни. Для них специально подготовили викторину. Она помогла разобраться, что знают дети о ЗОЖ. В какое время года лучше всего начинать закаляться? Леп. Правильно, леп. Почему нельзя грызть ногти? Червяки. Червяки. Это некрасиво. И под ногтями микробы. Можно заболеть. Гостей мероприятия развлекали воспитанники творческих коллективов – танцевальных и вокальных. Выступавших на сцене ребят пришли поддержать родители. Дети должны знать о здоровом образе жизни, поддерживать его, быть здоровыми. А это радость для родителей, когда ребенок здоров и счастлив. Максим Мелешкин приехал в станицу Анапскую с Ханты-Мансийска на леток бабушке. Чтобы не сидеть дома без дела, Максим три летних месяца занимался на детской площадке в Доме культуры. И теперь он вместе с Захаром Якушкиным уже ведущий мероприятие. Рассказывает таким же, как он, ребятам о здоровом образе жизни. Нужно заниматься спортом, закаляться. Все о том, что было в этом мероприятии, то нужно делать детям даже с самого маленького возраста. В завершении мероприятия дети рассказали стихотворение о стиле здоровой жизни. Быть здоровым – модно и престижно. Доносили со сцены юные жители станицы Анапской. Чтобы Россия была здоровой нацией, мы проводим сегодня эту акцию. Те, кто дышать хочет свободно, точно знают – здоровым быть модно. Против наркотиков я, против наркотиков ты, против наркотиков мы. Мы – будущее нашей страны. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 19 августа, в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 25-27, ночью до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 28 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны 48-300 и 48-333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова